Вашингтон нахваливает Киев, который объявил протестующих на востоке Украины террористами. «Мы одобряем то, как украинское правительство ведёт себя в необычайно тяжёлой ситуации, и как Киев реагирует на ряд провокаций». Абсолютная противоположность недавним заявлениям, в которых Вашингтон открыто призывал правительство Виктора Януковича не использовать силу против демонстрантов в Киеве. «Мы считаем, что правительство Украины несёт всю полноту ответственности за неподобающие действия в отношении мирных протестующих». Американские чиновники признавали протесты на Майдане мирными, даже когда демонстранты захватывали административные здания и атаковали милицию. Теперь же активистов на востоке Украины они называют вооружёнными группировками, находящимися под контролем Москвы. «Ситуация очень серьёзная, но в этом есть и положительные моменты. Теперь все поймут, что такое язык дипломатии, увидят лицемерие, с которым нам приходится сталкиваться. В этот раз события произошли в очень ограниченный промежуток времени, поэтому даже простые люди чётко увидят это. Чаще всего такие вещи идут долгие годы, и только профессионалы могут провести исследования и увидеть контраст». Менее чем за два месяца Вашингтон перешёл от подбадривания протестующих на Майдане к открытой поддержке мер новых украинских властей по подавлению антиправительственных акций на востоке страны. Директор ЦРУ уже прилетал в Киев для консультаций, а вице-президент США Джо Байден прибудет туда менее чем через неделю. Также ходят разговоры о том, чтобы предоставить Украине оружие. «Народ Украины должен знать, почему бы нам не предоставить им оружие для обороны». «Что касается предоставления оружия и помощи украинцам, сейчас мы работаем с Украиной, чтобы определить её потребности в сфере безопасности». Многие европейские политики поддержали позицию Вашингтона и точно так же изменили мнение на прямо противоположное. Некоторые страны, такие как Литва и Швеция, которых возможное применение силы Виктором Януковичем против протестующих, приводило в ужас, теперь открыто поддерживают право Киева на силовое урегулирование беспорядков на востоке страны. Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд написал следующее. «Если бы в Швеции незаконные вооружённые группировки взяли под контроль полицейские участки и здания местной администрации, мы бы приняли все меры, чтобы восстановить порядок». Однако в феврале Карл Бильд осудил точно такой же аргумент, приведённый правительством Януковича. «И неясно, будет ли Вашингтон или его европейские союзники прилагать значительное усилие, рекомендуя Киеву принять во внимание волю тех, кто проживает на востоке Украины. Эти люди требуют большей автономии. Они недовольны тем, что произошло в Киеве, и чувствуют, что их голоса не учитываются только потому, что они занимают пророссийскую позицию». Гайна Чичикян, РТ, Вашингтон.